Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин и я Борис Марсенкевич. Всем добрый день. Британская Harbour Energy завершила сделку по приобретению основных добывающих активов Ventershaldea, основного немецкого бенефициара северных потоков 1 и 2, а также их сухопутных продолжений. Борис Иоанидович, а как в этом случае англичанка решила подгадить? Ну, я тут большой гадости не вижу. Это просто означает, что акции компании Ventershaldea сейчас не стоят приблизительно ничего. Просто нашелся покупатель, присутствие которого в Германии одобрило правительство Германии во главе с моим любимым политиком Олафом Шольцем. Я действительно с огромным пиететом отношусь к этому замечательному человеку, поскольку, ну, не знаю, как вас, уважаемые зрители и слушатели, а меня большое пятно на политической карте мира под названием Германия совершенно не устраивает. Лучше будет много маленьких красивых пятнышек. 16 земель есть куда стремиться. Сказать, что у Винтерсхалл были огромные добычные проекты, тоже не получится. Газ она добывала в основном на территории самой Германии, там крупных месторождений нет. Ну, что касается самой компании Винтерсхалл, да, у нее большая красивая история, во многом связанная с нашим газовым бизнесом. Напомню, что еще на рубеже 60-х, 70-х годов компания Винтерсхалл была куплена концерном БАСФ, крупнейший химический концерн. На тот момент в Федеративной Республике Германии спрос на газ у нее был постоянный. Винтерсхалл это делать умело, но у нее были проблемы с финансированием. На эту сделку Винтерсхалл пошла охотно, потому что БАСФ готова была финансировать и геологические исследования, и разработку любых месторождений, и заранее купить весь добываемый газ. Сложно отказываться от таких условий. Начиная с 93-го года началось сотрудничество с Газпромом. На тот момент компания Винтерсхалл также, как и концерн Газпром, тогда еще советский Газпром. Напомню, что день рождения у Газпрома отмечают, отсчитывая время его появления с 93-го года. Реально он был создан в 89-м году. В 93-м году он получил российскую юрисдикцию. Рассчитывали на возможность участия в приватизации газовых компаний Германской Демократической Республики. Обе компании были отодвинуты. Рургаз, которую мы теперь знаем как ЭОН, как Юнипер, получила право первой руки. Обе компании не ожидали такого результата, и, видимо, под давлением вот таких обстоятельств нашли общий язык. Именно компания Винтерсхалл, ее сотрудничеству с Газпромом Германия обязана объединению двух своих частей, оккупированной ГДР. На тот момент ГДР получала газ по другим маршрутам совершенно. Были построены магистральные газопроводы внутри Германии. Стегл, Мегл, Мидл. Во всех случаях это был целый ряд совместных предприятий Винтерсхалл и Газпрома. Традиционное распределение долей сначала было 51 на 49 в пользу Винтерсхалл. Затем соотношение поменялось в обратную сторону. Контрольный пакет был в руках у Газпрома. Одновременно, что и участие Винтерсхалл в целом ряде проектов на территории России, в том числе в разработке южно-русского газового месторождения, в разработке проекта добычи газа с Ачимовских пластов. Это глубже, чем традиционная наша добыча, почти два километра. У нас раньше такой технологии не было. Здесь Германия охотно поделилась. В виде результаты финансовые от строительства магистральных газопроводов Винтерсхалл достаточно активно себя вела. Появились и проекты подземных хранилищ газа. Был реализован проект магистрального газопровода Ягл. Это продолжение Ямал-Европы по территории Германии от границы Польши внутрь. Винтерсхалл являлась акционером Северного потока Первого, 17 процентов. Сухопутное продолжение Северного потока. Разумеется, тоже участие Винтерсхалл, причем в обоих направлениях, как на север Германии, так и на юг Германии. Участвовала действительно во всем, что могла. Охотно финансировала строительство Второго Северного потока. Ну и, соответственно, после того, как правительство Германии догадалось, что нужно украсть у Газпрома холдинг «Газпром Германия», после того, как мой любимый Олаф Шульц так или иначе поучаствовал во всем, что касается взрывов на дне Балтийского моря, поставки, прямые поставки из России в Германию природного газа были просто прекращены. И, разумеется, после этого все проекты Винтерсхалла обесценились, что совершенно очевидно. Я думаю, что в ближайшее время мы услышим и о том, что пойдет распродажа недобычных газотранспортных проектов Винтерсхалл, совершенно очевидно, что если нет прямых поставок газа из России, то стоимость газопроводов, которые являлись продолжением Ямала Европы, северных потоков, стала низкой. Так что могу только присоединиться к поздравлениям Германии, ее прекрасного правительства, населения с тем, что у них одной газовой компании станет меньше. Участие англичан в добыче газа на территории Германии – это прекрасный шаг вперед. Если целью поставлено устранение независимости Германии, то здесь один успех за другим. Я считаю, что в правильном направлении идет движение. Олаф Шульц молодец, и я, конечно, очень переживаю за то, что он так неудачно выступил на выборах в Саксонии и в Тюрингии, но надеюсь, что он сохранит пост рейс-канцлера, или как у них там эта должность называется, на ближайшие лет 20-30. Я думаю, что приблизительно столько потребуется для того, чтобы закончить начатую Олафом Шульцем работу. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Геоэнергетика.Инфо». Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Борис Анидович, а что, в принципе, происходит в Германии, в ее энергетике, экономике, индекс деловой активности, там, Volkswagen закрывается, например, с чего бы это? Действительно, впервые за время своего существования концерн BASF еще в прошлом году отчитался о своих убытках, никогда такого не было, но этого сумели добиться, и BASF не видит для себя другого выхода, кроме как переориентации на Китай и на Соединенные Штаты. Здесь причины тоже совершенно понятны. Это химический концерн, для него природный газ важен как химическое сырье. И в Китае и в Соединенных Штатах этот вопрос решается совершенно иначе, чем решается Олафом Шульцем. Да, Китай – крупнейший импортер природного газа, но, тем не менее, все, что касается налоговой политики внутри страны, отсутствие ориентации на биржевое ценообразование, все поставки в Китай как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа. Напомню, что по магистральным газопроводам газ приходит отнюдь не только из России, но и из Средней Азии. Газопровод называется Центральная Азия, Китай. Добыча идет на территории Туркмении, Узбекистана, Казахстана, так и из Мьянмы. Все это долгосрочные контакты с привязкой к нефтяной корзине, что обеспечивает значительно более высокую стабильность, предсказуемость. Для любого бизнеса важно понимать, какую может быть отпускная цена его продукции, а если цена на сырье меняется несколько раз в день на основании биржевых котировок, то все будет очень сложно. Китай – это еще и огромный рынок. Не стоит забывать о населении Китая. Переориентация на Соединенные Штаты тоже совершенно оправданная. Напомню, что на день сегодняшний на национальной бирже Henry Hub стоимость природного газа в пересчете с британских термических единиц, такая страна, она пока еще не очень понимает, что такое метр, кубометр, не все сразу, она маленькая и молоденькая. Порядка 70 долларов за тысячу кубометров. То есть ровно то же самое, что и в России. Разумеется, Басфу это нравится больше, он переориентируется туда. Попытки заставить металлургические компании перейти на производство чугуна и стали на основании водородных конвертеров вместо коксующегося угля, разумеется, приводят к повышению стоимости. Звучит все это красиво, но при той цене, которая получается, оптимальный выход для того, чтобы сохранить экологию, просто закрыть завод. И, собственно говоря, тенденции наблюдаются все больше и больше. Что касается «Фольксвагена», то концерн не выдерживает происходящего на энергетическом рынке, концерн не выдерживает конкуренции с китайскими производителями. Уверенность в том, что электромобильное направление будет наиболее перспективным, наиболее расширяющимся, приводит к тем результатам, которые есть. При этом те проблемы, которые «Фольксваген» испытывает в Германии, никак не отражаются на тех успехах «Фольксвагена», которые есть в Китае. Это означает, что если ничего не изменится, если «Фольксваген» не вернется к производству автомобилей на двигателях внутреннего сгорания, предприятие в Германии никаких перспектив не имеет, и, соответственно, там тоже пойдут сокращения. Тут, на мой взгляд, движение Германии в Европу, к Пенелопе, вот туда, оно совершенно последовательно. Закрытие атомных электростанций было принято, было реализовано, несмотря на то, что есть решение Евросоюза, Еврокомиссии о том, что зеленая таксономия имеет полное право быть распространенной и на атомную генерацию, на усмотрение, разумеется, каждого национального правительства, строительство дальнейшего бесконечного количества солнечных и ветроэлектростанций. Вот мы видим тот результат, который должен был быть. Об этом неоднократно говорили эксперты. Правда, у нас в последнее время эксперты еще любят говорить о том, что благосостояние Германии росло за счет дешевого российского газа, что, разумеется, не может не раздражать. У нас газ никогда не был дешевым. У нас газ шел по справедливой цене, рыночной цене, с нефтяной привязкой, которая корректировалась сразу в 9 месяцев, с совершенно предсказуемой ценой транспортировки. Разумеется, получалось дешевле, чем любой другой вариант в силу географической близости. Разумеется, цены были ниже, чем образующиеся в результате биржевых торгов. Так что говорить о том, что это был дешевый газ, на мой взгляд, это... Ну, во-первых, это унижает Россию. Мы никому ничего дешево не продаем, если нет каких-то исключительных межгосударственных отношений. Это редчайшие случаи. Как пример, Белоруссия. Но тут мы сразу вычеркиваем, это союзное государство, здесь не может быть других отношений. Да, действительно, во многом развитие экономики, развитие химической промышленности, развитие той же бумажной промышленности, многих других отраслей, базировалось на поставках углеводородов из России. Последовательный отказ эмбарго на поставки российского угля, введение так называемых углеродных единиц, стоимость которых с каждым годом все выше и выше. И, конечно, отдельная история, почему наше Министерство экономического развития считает, что этот рынок необходим России. Это уже тема, наверное, другой передачи. Вот все это привело к тому, к чему привело. Борис Анидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, в силу экспериментов нашего правительства над Ютубом по его замедлению, блокировку от греха подальше, чтобы нас не потерять, подписывайтесь на наш Телеграм Геоэнергетика.Инфо. Ссылка будет в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях данного перехода. Спасибо, до новых встреч. Для тех, кто не любит Францию, мы специально открыли наши проекты и на ВК-видео, и в Рутубе. Так что можете подписываться и там, заглядывайте, просматривайте. Мы будем только рады, если и на этих хостингах наши проекты будут развиваться. Субтитры создавал DimaTorzok